Добрый вечер! Ну, пока, может быть, еще кто-то на улице остался, я думаю, они сейчас добегут. Я очень рада, что вы сегодня выбрали время, выходной, а вы пришли ко мне. Спасибо вам большое. Я вообще не концертная певица, я кухонная, домашняя певица, потому что в основном я свои песни исполняю где-то у кого-то дома в гостях, или кто-то ко мне домой приходит. Многие из вас у меня на студии, когда бывали, просто берешь гитару и что-то раз, сыграл, спел. А вот сегодня я тоже решила собрать вас в такой же атмосфере, просто комнаты чуть-чуть побольше, чтобы все поместились одновременно. Вот. В уютном зале, в моем любимом. Это зал Дома кино, это мой дом. Я тоже являюсь частью команды Союза кинематографистов. И очень благодарна моим старшим коллегам Зульфе Садыковой и Сафару Акдодову, что они сразу открылись навстречу моей идее, когда я сказала им, что вот я бы хотела собрать своих друзей, можно ли сделать это здесь. Они сказали, однозначно, это твой дом. Так что вот мы у нас дома. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно, как дома. Поэтому я называю это мероприятие «Домашний концерт». Все помнят, наверное, в детстве, у многих бывали ситуации, когда дома собираются гости, и вот дети встают на табуреточку около елки там и рассказывают стишки, поют песенки. Я думаю, примерно что-то в этом роде будет происходить сейчас. За тем исключением, что у меня к вам небольшая просьба такая, чтобы максимум внимания. Внимание, особенно дети, Мунир, Сабрина, тихо. На самом деле, вот комната не такая большая, я все чувствую. Каждый малейший шорох и переговоры там между собой. И мне было бы легче немножко, если бы был резонанс между нами, и вот более такая интимная атмосфера диалога, взаимного общения. Вот, ну, наверное, тогда начнем, как у нас у киношников говорят, тишина на площадке, мотор. Начали. Прочь от крика и шума больших городов, Я бегу, как за призрачным счастьем, Отмахнувшись от груза несказанных слов. Рассыпаюсь на мелкие части, Промотав мимо выцветших слов вдоль дорог. Что давно наизусть заучила, Я в уме прибавляю к ним маленький слог. Что бы имя твое получилось? Может, так же и ты видишь имя мое, Каждый раз проезжая свой город, Или вспомнишь его, когда кто-то поет? Колеся по дорогам фархора, Как нелепо расставлено все по местам. Расстояние в два перевала Мне подскажет, что счастье мое где-то там. На хатлонских полях заплутало. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Бусейнова, моя подруга. Спасибо, Наташа. Это правда, ничего-то я не знаю о тебе. Как и то, что я не знаю, кто я есть в твоей судьбе. В этом мире сумасшедшем, чем ты жил, о чем мечтал? С кем делился на болевшем или все в себе держал? И в минуты сожаленья за былые прегрешенья. У кого просил прощенья или, может быть, прощал? Это правда, ничего-то я не знаю о тебе. Как и то, что я не знаю, кто я есть в твоей судьбе. Как ты рос, в кого влюблялся, Сколько раз с мальчишкой дрался. И когда ты оступался, Кто опорой был тебе? Долгожданный мой подарок Был подарен, но не мне. Ты, как солнце, слишком ярок. Это правда, я не знаю ничего о тебе. В последнее время часто меня спрашивают, особенно после того, как по радио песни мои стали крутить, благодаря моим друзьям, 103FM, Алишеру. Они взяли мои песни и стали крутить по радио. И меня потом стали часто спрашивать, когда уже что-то новенькое. Я говорю, ну, прям вообще не ко мне вопрос. Потому что на самом деле песни, они не наши. Они приходят, как птицы прилетают. И ты можешь ужасно очень хотеть, чтобы вот получилось. Ну, невозможно это специально сделать. Иногда меня просят кто-то написать песню. И для некоторых получается. А иногда не получается. Даже если я очень хорошо отношусь к человеку. Хочу. Но вот музыка, вообще вот, искусство, поэзия, она, это свободная птица. Она сама решит, когда к тебе прийти. Чаще всего у меня так получается, что... То есть в жизни должно что-то произойти. Все песни — это пропущенные через себя какие-то события. Иногда выливаются в песню, а иногда просто молча проживаешь. Весна в июле, как это возможно? Ну, что за бредни, разве так бывает? Еще вчера все было безнадежно. И вдруг сегодня снова оживаю. Пусть я на севере, а ты на жарком юге, Но горные хребты перелетая, Мне ветер предложил свои услуги, И я их благодарно принимаю. Вот ты вчера кому-то улыбнулся, Прогнав подальше обо мне воспоминания. Но лишь вода, которой ты коснулся, Впитает вмиг все тайные твои желания. И в облако из пара превратившись Взметнется в небо всем на удивление И прилетит ко мне, чтобы, пролившись, Дарить мне дождь твоих прикосновений. Он бьет наотмашь по щекам, Но мне не больно. Смеюсь и жду, когда же он устанет. Пусть все другие прячутся безвольно Под глупыми, убогими зонтами Снимаю туфли и иду босая Под тучами заплаканной дороги. Я знаю это, воды вахша омывают Мои уставшие за день босые ноги. Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла Отчаянно пытаюсь убежать От мыслей о безрадостной разлуке Украдкой вновь пытаюсь удержать В своих ладонях ласковые руки Безжалостные стрелки на часах Неумолимо движутся к развязке Не спрашивай, зачем печаль в глазах И подари еще немного ласки Но безмятежно спит дитя Памира Может сняться сыну декабря Снежные вершины крыши мира Где ни разу не бывала я Я в этот вечер не позволю слез Ты рядом, что еще для счастья надо Ведь даже запах от твоих волос В подушке мне останется Как лучшая награда Пусть о любви написано не раз Она не может стать избитой темой Но жаль, что не напишут лишь о нас Не строчки всех блистательных поэмах Пусть безмятежно спит дитя Памира Может сняться сыну декабря Снежные вершины крыши мира Где ни разу не бывала я Снежные вершины крыши мира Где однажды побываю я На-на-на-на-надо А сейчас я приглашу... Ох, ох, ох Спасибо большое Спасибо Я для исполнения следующей песни позову сейчас сюда своих друзей-музыкантов, моих друзей, братишек, сестренок. Это Икром, Давид, Томиша и Далер. Мы тут за две недели немножечко пока готовились к концерту, и некоторые песни вместе, вот они мне помогли, мы вместе как-то оживили, что ли. Вообще музыка это здорово, потому что она людей объединяет, и там нету первых или вторых, в музыке все, там важно вместе, там важно, чтобы чувствовать друг друга, слушать друг друга. И вот такие чувства это настолько глубокое взаимопроникновение, духовное какое-то. И поэтому я очень люблю, когда вместе с кем-то играть, особенно если мои друзья. Напишу тебе письмо, ровным почерком, про погоду за окном и про ночь кругом. Расскажу, какие тут были новости, Как глотали на бегу злости и подлости. Сколько боли в торопях незамечено, Сколько соли на щеках недолечено. Кто-то рядом вдруг спросил, что не пишется. Он не знал, ведь без тебя мне не дышится. Песня лучшая моя где-то прячется. Приложу с письмом в конверт облаков и небо я И отправлю в никуда До востребования 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 Голубка Голубка Что берег родной Жестокая буря Накрыла волной И там, где сегодня Плывут корабли Следа не осталось от милой земли Летела Голубка Сквозь грозы и шток Спешила Голубка Увидеть свой дом Летела Не знала Что там Впереди Света не осталось От милой земли Наступер Свет Я Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Безнадёга Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Безнадёга Спасибо. Безнадёга Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, окажется ложью Все то, что сейчас быть неправдой не может Возможно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и коротко о погоде столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо 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 В каждой встрече расставанье Кто-то наверх, кто-то на дно Вижу с каплей пота С наших душ и наших ран Выплываем кто как может Морю все равно Кто-то наверх, кто-то на дно Тушить шею ожерелье неоплаченных долгов Заставляя плыть и верить В то, что нас спасет любовь Выплываем кто как может Морю все равно Кто-то наверх, кто-то на дно Кто-то наверх, кто-то на дно Кто-то наверх Кто-то наверх Всем привет Спасибо. Тихое счастье Ясным осенним днем Случайная встреча И вот мы идем По душам бе вдвоем Листья шуршат под ногами Мы меряем город шагами Беспечно болтая о том и осен Теплым осенним днем Радостно в сердце и в воздухе Все искрится Время исчезло И некуда торопиться Тихое счастье Щурится и сквозь ресницы Смотрит на разноцветный поток огней Вечерней столице Счастье проводит до самых дверей И двинется дальше По опустевшей дороге В свете ночных фонарей Счастье проводит до самых дверей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Пригласить на эту сцену мою дочь Мадину Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 от как вот как-то приоткрывается как страничка и вот оттуда бабочки вылетают я посмотрела и думаю да надо песню сделать такую и вот мы придумали вот этих бабочек и потом стали петь теперь я своего сына младшего приглашу сюда санджарь давай все нормально тут все свои не переживай это его первая песня которую он выучил на гитаре он сейчас осваивает и мы решили ее включить в программу песен еще не написанных сколько скажи кукушка пропой в городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой солнце моем взгляни на меня моя ладонь превратилась в кулак и если есть порог да и огня вот так кто пойдет по следу одинокому сильные да смелые головы сложили в поле в бою мало кто остался в светлой памяти мало кто остался в светлой памяти в трезвом уме да с твердой рукой в строю в строю в строю в строю солнце моем взгляни на меня моя ладонь превратилась в кулак и если есть порог да и огня Вот так Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас, ласковый рассвет встречаешь? Ответь Хорошо с тобой, да плохо без тебя Голову до плечи терпеливые подплеть Подплеть Солнце моё, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак Если есть порох, дай огня Вот так Моя ладонь превратилась в кулак Но... То, что я мама, это самое большое достижение в моей жизни, самая вот главная вершина, потому что все музыка, творчество, искусство, какие-то достижения в жизни, без них они ничто. Поэтому, ну, слава Богу, что они у меня есть. А вообще мне, мне в жизни, я в жизни имела счастье стать мамой трижды. Вот двоих детей вы моих видели, сейчас мы посмотрим на моего старшего сына Дельшоды. Кто его знает, вспомнит, кто не знает, поближе познакомится. Свет, включаем. Шахри, вот здесь у нас... Дельшод, если трудно запомнить его имя, можно просто Арустанчик называть. Вот они... С мамой пускай сыграют нам какую-нибудь вещь. А? Давай. 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 У нас на переднем сиденье нельзя ждать и ездить, это маленьким детям. А он мне говорит, я хочу вперед, я хочу вперед. Я сказал, ну, если милиционера остановят, я скажу, что ты лилипут. Он сказал, ладно. Нас остановили. И я, и уже мне как бы милиционер там показывает, а он дверь открывает, выходит, что такое, сколько можно ждать? У нас времени нету. И нас отпустили, поверили. Спасибо, дорогая, спасибо. Вот мы едем с Шахмасором, и вот приехал Синишка, вот, Шахри, Дельшод. Ты теперь важный человек, Джамал. Я рад за тебя. Ружин. 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 Ты кто такой? Ты моего друга обидел? На тебя надвигается буря бешеных лап. Ру- 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 Это да? Мне эти джиффы нужны, а эти... Что? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И вот в этом зале Дельшот и Амридин показывали фильмы «Забудут». Вот чем напугали, меня забывали сто раз. Сто раз я лежала в могиле, где, может быть, я и сейчас. А песня и слепла, и глохла, в земле истлевая зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом. Эти цветы для Дельшота, он всегда в нашем сердце, и он жив. В нашем сердце он будет всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Зулечка. Когда Дельшот был маленький, мы жили в Кургане, и он всегда по улицам бегал, и вечером прибегал домой, весь чумазый невозможный. Как-то вечером он тоже так прибежал, и заплаканный, и две такие у него здесь дорожки. Я его просто... Ну, он маленький вот такой был, я его подняла, и так пока убаюкивала, так он у меня на плече и уснул. И как-то эта ситуация у меня всплыла в памяти, ну, как-то запечатлелась, да. И я тогда придумала один куплет, ну, колыбельный. Я вообще часто на ходу там детям песни пела про них. Дети же любят, когда про них песня. И вот как-то раз их отвлекаешь, и они успокаиваются. И вот тоже тогда один куплет придумала, колыбельную. И долго она у меня дальше не придумывалась. Потом второй куплет уже на 14-м тоже как-то дальше допридумался. Но все-таки она была незаконченная. А вот недавно я подумала, надо ее все-таки довершить. Это не сказка, это не сон, здесь на моем плече. Рыжие солнце смотрит свой сон в белом огне свечей. А на чумазых его щеках слезы оставили два ручейка. Спит и не слышит, как я ему пою. Разве стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах? Ведь не стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах. Утро настанет и подрумянит белые плечи гол. Что б ни случилось, пусть не угасает в сердце твоем огонь. А если снова накатит слеза, Мама успеет всегда сказать Слушай мой голос, Как я тебе пою, Что не стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах. Ведь не стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах. Это не сказка, это не сон. Здесь на моем плече Белый мой ангел смотрит свой сон В белом огне свечей. И если снова накатит слеза, Тут же проснется, чтоб тихо сказать, Мама, послушай, Как я тебе пою, Как я тебе пою, Разве стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах. Ведь не стоят жемчужины целого мира одной На твоих ресницах. Спасибо. Это моя внучка, Рубияшина дочка Сабрина. Ну, этот ролик, который вы видели про Дельшода, Я как-то решила воспользоваться этой ситуацией, Что мы вместе соберемся. Вот уже почти год как его нет, 25 ноября будет год. Я хотела, чтоб мы его как-то вместе все вспомнили, Побольше людей. Я думаю, пока мы помним, Они все есть. Поэтому надо чаще вспоминать. И не обязательно умереть для того, Чтобы вспоминать друг друга. Иногда даже не надо много, Чтобы встретиться, увидеться. И каждый раз я удивляюсь, Блин, так просто же. Раз, позвался, И все пришли, вот сидим, нормально. Чаще надо, наверное, встречаться. Но как-то в суете, Каждый в своей жизни бежит, Как белка в колесе. И трудно чуть-чуть приподняться, Найти несколько метров над землей, Чтобы раз, я глядеться. И хотела еще тоже это, Пользуясь этим случаем, Сказать спасибо моим ребятам, С которыми, моим друзьям, Ребятам, с которыми мы были вместе на 14 этаже. Вот Хурик тоже здесь сидит, Пулот здесь. Они все до сих пор со мной. Почти, ну, мы постоянно видимся, Пересекаемся. Может, даже не пересекаемся там по работе. Ну, я считаю, это как? Это вот мы все из одного гнезда. Нас Далер вырастил, Как музыкантов. Он дал нам столько знаний, Дал нам опериться. Совершенно вот на другой уровень жизни нас поднял. И до сих пор вот, Даже если мы, Не пересекается траектория наших полетов, С ребятами. Но я считаю, это только от того, Что мы летим параллельно и в одном направлении. Потому что вот мы все, Все любим живую музыку, Все любим творчество. И вот тоже хотела воспользоваться этим случаем, Сказать еще раз спасибо. Спасибо Далеру за то, Что он вот нас воспитал, Дал нам очень много. И моим детям досталось. Нормально так. И до сих пор мы этим живем и работаем, Стараемся вот развиваться. В Доме кино, В Союзе кинематографистов, Есть хорошая традиция, 31 мая, День памяти, Есть такое мероприятие. Это тогда еще, Ну давно, Ну придумал Тахир Сабиров, Если я не ошибаюсь. И тогда поддержала эту идею И развила Галина Эльбаум, Мой очень дорогой друг. Вот она тоже ее нет, Она трансформировалась сейчас В другую форму существования, Но все равно я ее постоянно чувствую, Она всегда со мной. Вот это тоже один из таких людей, Которые меня очень во многом поддержали, Направили. Вот. И хорошая традиция такая. Просто помнить, Просто помнить. И уже они здесь все. Ну и конечно, Если уж говорить о тех, Кто вот учителя, Да, наставники, Кто в нас вложил, Я бы сейчас хотела Еще про одного человека своего, Ну, наверное, Самого главного-главного В жизни моей двоих, Двоих людей, Это мои родители. Я бы хотела просто, Чтобы коротенький ролик, Чтобы вы на них посмотрели. Сейчас острый дефицит живого общения, Потому что вот это Опосредованное общение, По онлайну, Понимаешь, По мобильному телефону, Если это к делу, Если это сближает, Если это делает возможным, Согласное сотрудничество, И ищет правила, Которые приемлемы для всех и каждого, Тогда на здоровье. Но когда это общение Делает только От безвыходности, От того, Что ты просто Не можешь быть одиноким, Что тебе нужно общение, Нужно кому-то сказать, И ты уже Механически Не это самое, Не включая Своей мозги, Своё Внутро, Для чего, Зачем, Это получается Очень вредно. Ну, наркота это получается. Вроде говоришь, Слушаешь. Да, но ты не видишь глаза. Ты вчера, по-моему, Что-то такое сказал, А я ещё не успела проснуться. А он, видимо, долго не спал, И, в общем, что-то Пришла к нему Ему мысль, И мне это высказал, Я, конечно, восхитилась, И опять уснул, Утром просыпать Не могу вспомнить. Чего же он такое сказал? Ну, а что такое Отцовство без Верного материнства? Вот что я такое без неё? А что вы такое без нас? И в этом всё. Я не знаю, вот, Пока ты ходил в музыкальную школу, Тебе же никто не говорил, Что главное в музыке Это уметь слышать и слушать. А я никогда не играл, Но дело в том, Что ребёнку надо сказать суть Того дела, чем он занимается. Здравствуй, папа, Лишних слов не надо, Просто рядом Посиди со мною, Как когда-то Все мои детские страхи развей, Сердце осяпшее словом согрей, Мы снова вместе, И нет ничего важней. По привычке Проболтаем до рассвета, Как обычно Мы вдвоём на всё найдём ответы, Пусть я давно не ребёнок уже, Мудрость твоя с каждым днём мне нужней, Жаль, не всегда вспоминала я о ней. Двадцать часов, и снова в дорогу, Двадцать часов, Немало, немного, Ты мне читаешь на память Хаяма, Но между строк Говоришь мне о главном. Знаю, папа, Всем сейчас не сладко, Я же вижу, Иногда и ты Вздохнёшь украдкой, Как я хочу все тревоги твои Переложить, да, на плечи свои, Тихо молюсь, Лишь об одном Ты только живи. Двадцать минут, И скоро граница, Жаль, не успели Наговориться, Ты мне в дороге Читаешь Хаяма, И между строк Снова скажешь о главном. Ну же, папа, Только слёз не надо На дорожку Посиди со мной Ещё немножко Все мои детские страхи Развей, Сердце, Озявшее словом, Согрей, Мы всё же вместе. Аплодисменты Весна, вопреки всем недобрым Предчувствием Вновь наступило И солнце опять греет Наши промёрзшие За зиму спины Ещё один повод Твой номер набрать, Чтоб голос услышать Ласковый самый Ну как это здорово, Когда есть кому сказать Доброе утро, мама Всё так, как должно быть Ещё один прожитый день За плечами Ты рядом со мной В бесконечных беседах И просто в молчании И даже не надо мне Повод искать, Чтоб голос услышать Ласковый самый Ну как это здорово, Когда есть кому сказать Доброе утро, мама Как это здорово, Когда есть кому сказать Доброе утро, мама Доброе утро, мама Доброе утро, мама Два года назад, 2015-й был, приснился мне сон, как будто мама с папой торопятся, идут навстречу ко мне, я стою на площади Мустакилик, там у нас в Ташкенте, и мама с папой, папа вот, ему тяжело ходить, но он с палочкой прям торопится, в руках у них букет цветов, ну розы в газете. Так папа всю жизнь маме цветы носил, на самом деле, я до сих пор, вот помните, розы в газете. Так вот, мне снится сон, что папа идет с мамой, они прям торопятся, тоже несут эти розы в газете. Я ей говорю, вы куда торопитесь? Так мы же на твой концерт, они мне говорят. И я проснулась прям в этот момент. Папы на тот момент уже не было, он ушел в 2014 году. Я, значит, сразу звоню маме, я говорю, мам, мне вот такой сон приснился, и мама говорит, мам, в Ташкенте я здесь. Она говорит, ну да, мы вообще-то с ним мечтали всю жизнь, чтобы так было. Вот. Ну, два года мне понадобилось дозревать, чтобы это осуществить. Вот. И сегодня у меня мама на концерте сидит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Где мои? Да. Так что, вот розы, вот мама, вот концерт, вот все. Получилось, мама. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В газете, в газете, так и ровно. Молодец. Я же говорю, это от папы, это от папы, а он сигнал подал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу твоей маме подарить ромашки от имени российских офицеров, которым на песне вашей дочери напомнили здесь службу вдали от России, саму Россию-матушку. Спасибо. Так, это тоже мама тебе. Так. Теперь у меня здесь есть одна моя, ну, сестра, хоть не биологическая, но в доску родная, по изумраться, с кургана. Мы с ней раньше, ну, работали, я раньше работала лет, не знаю, сколько это было, не назову, а то это все поймут, сколько мне лет. Ну, короче, я работала в неправительственной организации во французской, Актет назывался. И до сих пор я дружу с ребятами, которые мы уже по разным, как бы, другим организациям, другими делами занялись, но до сих пор поддерживаем связь, а сапа и изумраты уж прям родные совсем стали. Вообще в кургане у меня очень много близких и друзей, родных людей, семья моего мужа, папы моих детей, вот, которых я тоже очень люблю, уважаю. И единственное, почему здесь их нет, просто я подумала, ну, это точно полкургана сюда приедет, но точно не поместимся. Думаю, надо на следующий раз побольше зал, и тогда уж нормально все будет. Вот, и Апай изумрат дала мне, значит, задание. Спеть на всех языках, на которых я разговариваю. Она говорит, ничего не знаю, прослежу, чтоб сделала. Короче, придется делать, мама. Значит, с Таджицким ты мне поможешь. Идем, можно я тебя попрошу, помогай мне. Можно вот здесь, присядь вот сюда, мам. Можешь вот сюда садись, вот где я сидела, я тебе нагрела тут место, уже нормально. Я уже проверила, все хорошо. А я с тобой тут рядышком. Давай я вот с этого. Нормально, нормально. Ты меня, этот, будешь поддерживать. Мама, вообще здесь, почему я пою? Это мама все. Потому что мама всегда пела, всегда дома. Мама на доре играет, мама и танцует, мама все у меня. Папа тоже играл и пел, ну, не пел, нет, не пел. Ну, стихи рассказывал здорово. Вот. И мы, мама у нас пела все, что угодно. И на русском, русские народные, всякие-всякие. Вот. Но чаще всего я слышала имя Акашариф Джураева. Я, то есть, я еще с детства, когда слышала таджийскую речь, прям завороженную. И говорила, мама, научи, мама, научи меня тоже. Она говорила, да, 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 ну, как бы, быть, все, дела. Нас четверо у мамы с папой. В общем, не до этого ей как-то было. Короче, пришлось мне самой научиться. Вот. Теперь будем петь. Давай Агар-Багульшан споем. Давай. Ну, я буду петь, а ты меня поддерживай, ладно? Агар-Багульшан махиман банос гердат. Агар-Багульшан махиман банос гердат. Агар-Багульшан споем. Агар-Багульшан споем. Агар-Багульшан споем. Агар-Багульшан споем. Аплодисменты. 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 Вот. Так, а я продолжу, да, на языках. Егора прошла, я сразу про Памирский вспомнила. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты 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 Наш студентский на школе, ну уже кинорежиссер начинающий, Хусейн на проекторе. Похлопайте ему. Тебе это. Так, на свету у нас мастера. Там вот красоту там сзади, которые делают. Это Сайджон и Шаром. Да, вон они, красавцы. А еще здесь у меня Фирузик на свету. Ты где? Еще ему Санджар помогал. А здесь Орзу. Да. И Мадина тоже помогала. На звуковом пульте у меня Акипулот. Худой Дот. И Смаил прям с Москвы прилетел, первым делом сюда прибежал. А вон Хурик сидит. Это вообще солнце. Он тоже, он, он сюда мы когда заносили все, он в одной руке огромную колонку держал, а в другой меня. Вот так вот. И еще, ну конечно, ребята вот за камерами, они не могут вам помахать, потому что они работают сейчас. Фирдаус. Это Рахима, девочка-оператор, кайф, да? Вообще. Пайраф поймала тебя, он все время прятится в самых неожиданных местах, ловит мои такие ракурсы, что я потом смотрю это видео, блин, как ты успел это снять. А кто у нас на общаке? Муминчик, привет! Ну и естественно не могло это обойтись без Азиза, моего друга дорогого, и вместе со своей супругой Фарзоной. Она меня сегодня красивую делала. А, на ней сидят. Когда я уже запустила процесс, и уже Тамиша первая пришла. Тамиша, покажи себя, пожалуйста. Она самая маленькая у нас с ростиком, но такая вообще креативная. Я считаю, что вот она, ну, креативный директор, наверное, вот происходящего, потому что она вот очень, почти 80% идей, наверное. Да, да, ее. Она придумывала прямо на ходу. Иногда я аж прям думала, я это не вынесу. Просто это очень много. До последнего. А давайте еще вот так сделаем. Давайте еще вот так сделаем. И до утра они со мной сидели чуть ли с Рахимой. Замечательно у нас, ребята. Вот мы говорим, да, какое будущее будет. Классно у нас. У нас классные ребята. Их мало, но они есть. Они есть. Наша киношкола, вот которую мы в этом году первый раз пилотник запустили, Шаруфата, Рабова, девочка, молодец. Вообще такая хорошая эта идея была. И для меня это была очень такая отдушная. И благодаря этому у нас еще столько, столько, как бы, новых этих появилось, ну, надежды что ли. Потому что очень важно. Вот мы-то уйдем, а после нас кто останется? Так вот они же, вот они. И поэтому я любую возможность использую, чтобы мы вместе что-то поделали. Это очень важно. Только в работе, только в труде что-то ты успеешь передать. Готовую команду иметь здорово, но ее же надо растить, ее же надо делать. И это быстро не получается. Это долго-долго, но зато плоды потом очень вкусные. И даже если нам не удастся их отведать, но зато другие будут кушать. И будет хорошо. И будет везде цветы, сады, красиво. И я хотела бы позвать сюда на сцену, один раз пусть просто выйдут мои ребята, которые со мной сегодня играли. Давид, это самый мой ярый болельщик. Однажды он подошел ко мне, я выступала в кафе, в джинс-кафе. И он услышал мои песни. А потом вот он пришел, и он сказал, я хочу с вами, вот мне нравится, что вы делаете. И вот, и пришел, и мы с ним попробовали, и сделали пару песен. И когда понял, что концерт, и сказал, ну наконец-то, ну наконец-то, да, я буду, я тоже, я тоже. А потом привел Долера. Долер, ты где? Давай, идем сюда. Да, Давид говорит, теперь он сам приходит, уже его не надо приводить. Ну да, как-то вот сразу все это, оно само так складывается. Слава Богу. Так, а икром мой где? Икром? Ну это вообще, это мы с ним, не знаю, не буду тоже говорить, сколько лет мы. Это общая жизнь. И все вместе. И Томиша, иди сюда. Она только убежала, ушла, но ничего. Еще прилетит обратно, нормально. Ну вот, вот моя команда музыкантов. Мне нравится, кайфануло. Спасибо, ребята. Мы вот так, вот так вот, вот так вот, подождите. Вот так мы сделаем. Раз, два, три. Так, это что? Так, а, ты опять? А можно услышать кого? Что это такое? Это Львейс? Не, не смогу. Я, да не смогу. Не смогу. У меня новая песня есть. Я просто ее не рискнула петь. Она для меня очень дорога, потому что она с Галиной Эльбаум связана. Я хотела ее спеть, но я почувствовала, что могу не потянуть просто. Закашляюсь я. Простите меня, пожалуйста. Просим? А? Просим? Ну ладно, сейчас я попробую, но если я закашляюсь, мы вырежем потом это, да? Никто не узнает, ладно? Далеко-далеко на высокой горе Есть цветок красоты небывалой, и кто-то из нас не раз видел его во сне. В разнотраве бескрайних альпийских лугов Одиноко цветет в тишине вековых снегов Среди ярких своих собратьев он не сразу приметен Припороженный пылью лавин Но любой безнадежный романтик для любимой сорвать Мечтает нежный символ вечной любви Не любому дано тот цветок отыскать Камнепады и исходы лавин Очень многих вернули вспять Но был среди них один По безлюдной тропе, по отвесной скале Он упрямо карабкался вверх ради той, что милее всех Он дошел до вершины и замер Опьяневший от счастья И уже потянулась рука Чтоб сорвать это чудо Только вдруг неизвестно откуда Он услышал голос цветка Погоди, храбрый путник Прошу, не спеши Ты успеешь землей меня разлучить Только здесь, на краю леденящей тиши Об одном лишь хочу тебя я спросить Так ли сильно ты любишь Так ли сильно ты любишь Что готов мою жизнь оборвать Страшно мне умирать Но страшнее вдвойне Понапрасну жизнь терять Далеко, далеко на высокой горе Есть цветок красоты небывалой И кто-то из нас не раз видел его во сне Далеко, далеко есть волшебный цветок Не срывайте его Вспоминайте его Не срывайте его Спасибо Спасибо Это... Спасибо Мы долго спорили по поводу этой песни Насколько ее можно уже исполнять или нет Потому что до сих пор вот... Песня она же как... Вот это у меня уже много месяцев Почти год вот крутится И в апреле Вот перед тем, как Галина ушла из жизни Я ей всегда, ну, показывала заготовки И было у меня только первые несколько строк Она сказала Я знаю, про какой ты цветок поешь Я тебе его покажу И вытащила Я ничего тогда не знала конкретно об Эдельвесе Но я знала, что раз Галина сказала Вот значит, можно делать Я говорю Просто мне не придумывается Она говорит Придет Придет Скоро выстрелит Не переживай И вот эта Эдельвесь просто для меня очень цена Именно то, что Галина И то, что... Когда я много этих легенд прочитала Про этот Эдельвесь Я уже гораздо больше поняла Почему вообще у нее этот цветок Знаешь, кто-то подарил Значит, кто-то залез туда Это здорово Да? Какая она Я очень счастливый человек У меня в жизни вот постоянно Дает жизнь Очень много людей хороших Всегда встречаю Всегда Я еще забыла сказать В этом концерте Мне помогали Дилорома и девочки Тоже поддержали NextView Consulting Еще мой друг Ватаншо С которым мы раньше работали И до сих пор Он меня не перестает удивлять Вот такой человек Добрый, человечный Всегда вот Ну Оказывается вовремя Там, где надо И раз И поддерживает Это здорово А без вас вообще бы Чего бы получилось Так что мы прям вот все вместе Коллективно Дали этому случиться И сейчас, раз такое дело Хочу, чтобы мы вместе тоже спели Первый луч рассвета бродит по проспектам города Улицы проснулись Улицы проснулись солнцу Улыбнулись молодо Я шепчу как другу Здравствуй, с добрым утром город мой Как красив и наряден ты В окружении снежных гостей Пусть где-то далеко Редкой красоты Есть города Улицы Но только душам бэ В сердце сохраню Я навсегда С детских лет С детских лет Не скрою Так любимый мною Город мой Улицы Как там Звонкие Арыки Гордые Чинары Древние Вьется как тропинка Речка Душампинка Горная В ней свинит эхо всех долин Где тюльпаны нежно цветут Пусть где-то далеко Редкой красоты Есть города Но только душам бэ В сердце сохраню Я навсегда Я люблю и знаю Что не променяю город мой Солнце золотое небо Голубое над тобой И нигде на свете Больше мне не встретить ласкови Тех людей Что живут в моем Добром городе Душамбе Пусть где-то далеко Редкой красоты Есть города Но только душам бэ В сердце сохраню Я навсегда Но только душам бэ В сердце сохраню Я навсегда В общем, я просто хотела сказать, что Душамбе на самом деле Это не только точка на географической карте Душамбе — это люди Галина часто так говорила Душамбе — это люди Город — это люди, которые в нем находятся Где бы мы ни находились Даже если вы уедете куда-то Или я где-то У меня всегда в сердце здесь Душамбе Это невозможно отобрать Поэтому я не верю в расставание Я не верю в разлуку То, что ты любишь, ты всегда в сердце держишь И это никто у тебя не отнимет Поэтому держите в сердце у себя все Самое лучшее Не теряйте этого ощущения Будьте счастливы Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому!